Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет новое видео, я к нему особенно не готовилась, оно пришло как-то мне на ум совершенно спонтанно. Мама мне буквально 8 дней назад, 8 дней, потому что я уже подсмотрела, сколько шла именно дней посылка, отослала посылку. Так как прошлое видео набрало очень много просмотров, и мне показалось, что вам интересен такой формат, и вообще вам нравится, когда я рассказываю о том, какие посылки мне пришли, мне показалось, что будет интересно снять такое видео, где я раскрываю посылку сегодня. Не могу сказать, что там прям что-то такое суперинтересное, но мне кажется, все равно будет интересненько подглядеть, посмотреть, что же там все-таки мама положила, потому что я знаю, что она какие-то сюрпризы сейчас осунула. Так, как я уже упомянула, посылка шла 8 дней, сейчас я хотела ругаться опять на почту России, но на самом деле, что 4 дня она была в России по сортировочным центрам, что она была 4 дня в Корее, в принципе, вроде как одно и то же. В принципе, довольно-таки быстро, это была почта ЕМС, посылка весила 2,620 килограмм, заплатила маму за нее полторы тысячи рублей для 8 дней, ну, в принципе, нормально, наверное, хорошо, что она нигде не затерялась и все-таки дошла до меня. Посылка была упакована вот в такой странный пакет, не знаю, мама специально в такой засунула или нет, у меня есть, спасибо, потому что, если вы помните, прошлая посылка была засунута в коробку, но ладно, там очень странно все лежит, и надеюсь, что ничего не испортилось, в общем, посмотрим. Еще, кстати, там помимо новых вещей, есть какие-то старые вещи, которые я попросила засунуть, но я думаю, все равно это будет интересно, так что откроем. Мне, конечно, больше нравится открывать коробочки, нежели такой странный пакет, какой-то мусорный пакет. А, и там еще все засунуто в пакет. Мало постаралась и все обернула. Так, давайте посмотрим. Это мои вещи, которые я попросила мне прислать, потому что сюда я взяла довольно-таки базовый гардероб, и у меня был даже недовес довольно-таки большой в чемодане, поэтому мы перекладывали что-то из костяного чемодана, потому что я довольно-таки серьезно подошла к собиранию сумки в Корею, и в самый последний момент, как всегда, выложила очень много вещей, но я все равно попросила маму прислать их. В общем, мама положила мне черные штаны, которые я не взяла с собой сюда, из-за того, что они у меня здесь были, другие черные штаны, но они куда-то делись, и мне очень сложно, потому что это настолько такая вещь, это как кожная куртка-косуха, которой у меня, к сожалению, сейчас нету, и я понимаю, что она дико мне не хватает ее в гардеробе, то же самое с черными штанами. Это обычные зароски штаны, ничего такого особенного, но мои любимые. Также я попросила мне положить вот эти вот шорты, возможно, вы видели меня в них, когда мы отдыхали на Кипре, это джинсовые велосипедки, и у них здесь такой необычный застежка, здесь асимметричная она, они в облипон, и, кстати, я их заказывала на Алиэкспрессе, если я найду, то я прикреплю все ссылки тех вещей, которые я заказывала на Алиэкспрессе в описании к этому видео. Если не найду, то не кидайте мне тапки. Также я попросила положить мне джинсовую рубашку, ой, этой рубашке уже миллион лет на самом деле, просто чтобы я носила ее вместо джинсовой куртки, потому что в куртке мне жарко, а рубашку накинуть, она как раз-таки будет заменять, курточку сверху, в общем. Как мы после Кореи летим в Таиланд, я попросила кое-что прислать мне для Таиланда, потому что я вообще не брала с собой никаких вещей в теплую страну, решила купальники куплю там, если вдруг мне что-то уж крайне понадобится, то все это куплю там, отношу и, наверное, там оставлю, чтобы не водить это миллион раз. Но я попросила вот эти вот шорты, им тоже миллион лет, это Zara, очень мне они нравятся в обоха стиле. Наверняка вы видели вот эту рубашку, которую я заказывала на Алиэкспрессе. Не знаю, почему я сразу ее не взяла, в самый последний момент отложила. Ее тоже можно будет носить как сверху кофту или просто с джинсами в настоящем корейском стиле, будет самой модной. И вот эта рубашка, ей тоже миллион лет, у меня такие все старые вещи, но все в очень хорошем состоянии. Эта рубашка Uniqlo. Я помню, мы с подругой ходили по магазинам, мы смотрели, они тогда висели без скидок, и на них пускались люди, и как-то я зашла спустя какое-то время, и увидела, что они там висят по скидке, взяла аж две, и одну из них я потом отдала ей, ну, как поносить, ну, так она у нее осталась, мы теперь больше не общаемся. В общем, у меня осталась вот эта, ну, как бы, светло-синяя, а у нее там светло-черная. Ну, дай бог носит на здоровье. Так, на этом вещи такие закончились. Давайте посмотрим дальше. Вот это, это я заказывала с Алиэкспресса. Когда маме они пришли, она получала эту посылку, она сказала, что за лапти. Ну, на самом деле, это, блин, реально похоже на лапти. Но это очень крутые сейчас тапки. Малочка, смотри. Ну, я такие видела у Даши Чабановой. Но я не заказывала не из-за того, что я ее, у нее их увидела. В общем, на самом деле, крутые тапки тоже в бог стиле. И я их специально для Таиланда заказывала, чтобы там ходить, такая вся модная. Девочка-ветер. Ну, наверное, будет щеголеть, надо будет их померить. Ну, вообще, это как тапочки вроде бы используются домашние. Ой, что-то они мне большие. Я не знаю, вы увидите или нет. В общем, что-то там конкретно как-то большие. Но кости, наверное, будут как раз. Будут модные. Да нет. Ну, на самом деле, прикольно даже дома ходить. Или для фотки. Сгодятся они стоили, по-моему, дешево. Опять же, если найду, то оставлю ссылку. Так же мама положила мне зеленку, потому что я ее забыла с собой взять. А мне она в один момент очень нужна была. Ему как раз разговаривают по телефону, и она сказала, я тебе посылку положу, поэтому зеленка. Обязательно, если лететь в Корею, то берите с собой зеленку, потому что здесь ее просто нет. Так же, что-то в пакете с Алиэкспресса. А-а-а! О-о-о! Эти штуки я просто ждала и мечтала о них. Это штучки, которые делают кольцо для пальцев. Такое кольцо, которое на руку одевается меньше. У нас огромнейшая коллекция красивых колец, но, к сожалению, они мне просто невероятно большие. Просто прям туда чуть ли не два пальца можно засунуть моих. И поэтому я на Алиэкспрессе нашла, что есть вот такие штуки, которые вдеваются в колечко, и их сзади не видно, они как бы невидимые. Интересно будет вообще попробовать, работает это или нет. Вот четыре таких разных по диаметру пружинки мне пришли. Супер! Так же еще, так как у нас уже октябрь на дворе, это значит, что Хэллоуин. Кстати, скоро у меня будет целая коллекция видео про Хэллоуин. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить этот момент. И у меня есть вот такие штучки. Это зубы. Две пары. Вы знаете, почему две? Потому что одни для меня, одни для Костя. Вот, значит, здесь не знаю, как их вообще наносить, но я думаю, что придумаем. Тоже, кстати, они очень быстро пришли мне с Алиэкспресса. И в таких необычных упакованные они так. Ой, выглядит, кстати, прикольно. Не, ладно? Ну, ладно. Это, в общем, потом. Так, этот пакетик уже можно выкинуть. И дальше... Блин, рассыпалось чуть-чуть. Но мама положила мне Геркулес. Геркулес, ура, у нас там будут вкуснейшие завтраки. Я уже брала одну пачку, но мы ее почти съели. Там осталось совсем буквально на донышке. И я попросила, чтобы мама прислала еще. Она не такая дешевая, конечно. И ее нужно заказывать с интернет-магазина. Мы еще ни разу не заказывали ничего оттуда. Поэтому это лишний какой-то геморрой. Было проще, чтобы мама ее прислала. Но она немного открылась. Но ничего страшного. Я там подсоберу чуть-чуть. Осталось, но это прям... Спасибо большое! Следующее. Следующее. Это пакетик со специями. В общем, тоже. Я выставляла как-то в Инстаграме о том, что пакетик 500 грамм дрожжей стоит 600 рублей. Многие мне написали о том, что, в принципе, это недорого. Потому что 500 грамм это, ну, как бы много. Но, ребят, куда мне 500 грамм? Ничего этими дрожжей. Питаться или что? Мне нужен-то всего вот такой. Кстати, там продавался как раз вот этой вот фирмы. Я думаю, что, мне кажется, по всему миру такие продаются. В общем, я попросила маму положить мне два пакетика. Мне они тоже нужны будут для кукингов. У нас в Лебасской какие есть уже наработки, записи. О том, что мы будем готовить. Поэтому это не очень пригодится. Также мама мне положила корицу. Тут она тоже продается, но не так дешево. Очень вкусно пахнет. Также она кинула мне имбирь. Вот такую штуку для куриного филе. Не знаю, зачем кинула, потому что здесь мы куртую-то особенно так не жарим. Ну, ладно, ничего, спасибо. Перец молотый. Кстати, его тоже не так легко здесь купить. И перец красный сладкий молотый. В общем, буду теперь готовить. Я, кстати, правда думала, что мама мне еще лаврушку положила, но и положила. Кстати, мы еще с Костей купили живых ракушек. Ой, сейчас я их покажу. Смотрите, видите? Блин, они, наверное, уже спать легли. А, вот-вот, видите, там нога торчит. Вот если я ее трону. В общем, если их вот так поболтать, то они все там скрываются и ноги эти свои убирают. В общем, это я к тому, что они живые. И я так понимаю, что это знаменитые ракушки с чей-джу-до, где женщины, не зря здесь женщины нарисованные, вылавливают этих моллюсков. И за полторы тысячи всего мы купили. Вот такую штучку можно приобрести. Поэтому мы что-нибудь с ними приготовим обязательно завтра. И остался последний пакетик. О-о-о-о! Это пакетик со сладостями. Мама кинула мне чокобой, который почему-то превратился немножко в такой... Не очень. Но здесь тоже продается чокобой. Не помню, есть ли такой или нет. Спасибо. Это я люблю. Также она положила батончик мюсли-один. Батончик мюсли-второй. О-о-о! Земляничное печенье! Еще батончик и без сахара. С яблочным пюре. И конфетки топленое молоко. Ва-а-а! Что я хочу сейчас съесть? Я хочу... Наверное, съем чокобой, потому что он помялся. В общем, такая небольшая посылка. Не знаю, было вам это видео интереснее или нет. Мне было очень интересно доставать это. Мне очень понравилось все, что я хотела. И спасибо огромное маме и папе, что они отослали мне эту посылку. И если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Все? Да. Спасибо.